Дорога к сердцу. В Национальной библиотеке Республики открылась выставка китайской живописью-тушью. Художница Анна Донченко, член Общества российско-китайской дружбы, впервые привезла в Чувашию свои работы. Это более 40 свитков. Подробнее об этом расскажет Анна Центовская. Бесконечные горы, уютные провинциальные деревушки и утонченная природа. Большинство своих работ Анна Донченко привезла прямиком из Поднебесной. Пейзажи она писала во время стажировок в Китае. Своей главной целью художница считает передать прекрасное как можно большему количеству человек. Китайский пейзаж – это воплощение всего космоса, всего того, что и окружает, и то, в чем живет, и частью чего является человек. Человек никогда в китайской философии не противопоставлялся природе. Техника китайской живописи очень непростая, делится художница. Она не дает права на ошибку. Стереть или замазать лишнее не получится, а результат всегда непредсказуемый. Из-за особенностей бумаги и красок высохший свиток сильно отличается от картины в процессе. Впервые в истории вообще города нашего в таком объеме. Здесь не только цвет, здесь не только графика, здесь не только линии. Здесь какой-то потаенный генетический смысл. Глубокий, емкий. Выставка действительно потрясающе красивая. Хотя сюжеты предельно скромные. Горы, птицы, животные. Вот здесь, вот на этой стенке очаровательный гусь. Ну, казалось бы, ну гусь, ну что, ну так он сделан. Я просто влюбился вот в это существо. Всего представлены работы в двух жанрах китайской живописи. Горы и воды и цветы и птицы. Уникальная выставка поразила каждого посетителя. Каждый нашел в картинах что-то близкое душе, понятное только ему. Эти картины вызывают успокоение во мне. Потому что они черно-белые, они простые, и в них есть легкость. В них есть воздух, душа. Тебе становится понятно, что человек хотел донести. Возможно, он хотел донести вообще совсем другое, но ты как будто бы становишься ближе к нему. Китайская живопись резко отличается от западной. И по тематике, и по форме, и по изобразительным средствам. Проникнуться духом Восточной Азии можно в галерее «Серебряный век» Национальной библиотеки до 12 мая. Анна Центовская, Борис Андреев, Республика.